Вечер вторника и как всегда в это время программа прямо сейчас прямая линия студии Виталий Сопрыкин здравствуйте зима наступила как всегда неожиданно судя по очередям шиномонтажках Кто-то из автолюбителей заранее подготовился к этому не в самому простому времени для вождения автомобиля Кто-то как всегда оставил на потом Я знаю структуру, которая точно подготовилась к зимнему периоду и с ее сотрудниками мы зачастую встречаемся на дороге У нас в студии Петр Майданов, начальник отделения дорожного надзора управления ГИБДД по ЮГРе Человек, который в нашей окружной госавтоинспекции как раз и отвечает за надзорные функции Петр Борисович, здравствуйте Вот сразу я начну с такого вопроса Ваши сотрудники подготовились к зимнему периоду, успели переобуться в зимнюю резину? Добрый вечер Да, уже на сегодняшний день у нас патрульные автомобили переобулись на шипованную резину Это не только в городе, но на территории всего округа У нас перед началом зимнего периода всегда проводят строевые смотры с контакт служебных автомобилей Где уже комиссия проверяет наличие всех То есть вы проверяете, видите кто там Конечно, потому что там сразу, если они проверяют на пригодность этой резины для эксплуатации Либо ее сразу меняют Вот мы заикнулись о шипованной резине А именно шипованную резину? Именно шипованную резину Используют? Да Или пушку, никакие другие там? Нет, у нас только шипованная резина Какой-то регламент существует вообще? И вообще, как вы узнаете о начале зимнего периода? У нас, я говорю, для многих это неожиданность Вот просто шиномонтажки забиты Как будто не должно было снега начаться в это время Нет, ну мы-то как сотрудники надзорных органов Ну, касательно, всегда мониторим ситуацию Мы заранее уже начинаем предпринимать какие-то... То есть заранее переводить? Да, да, да То есть, чтобы при ухудшении погодных условий Мы должны быть на дороге, допустим, да А мы туда выехать А не сможем, потому что какая-то машина, автомобиль патрульный не будет Соответствовать? Да Ну, то есть вам проще заранее все это сделать И потом уже, собственно говоря Конечно Он как личный пример для других автоводителей У нас как раз есть сюжет на эту тему Нашей коллеги Натальи Леоновой На тему, как автомобилисты готовятся к зиме Снять четыре колеса, помыть, перебортовать, отбалансировать Проверить на наличие повреждений Это целый технологический процесс, который в среднем занимает 10-15 минут С учетом, если работает бригада специалистов Кстати, зачастую югорские водители выбирают именно шипы, нежели липучки Шипы? Более надежно Липучка, она не так отрабатывает, как шипы Когда идет сезон, у нас вот напряженное время как раз Обычно в осенне-весенний сезон загруженность шиномонтажной мастерской составляет от 70 до 120 машин в день И это не предел Сегодня уже нет такого ажиотажа, как днем ранее Когда неожиданно для многих автолюбителей в югре выпал снег И ездить на летней резине стало небезопасно Так в Сургуте не удалось избежать день жестянщика водителю мусоровоза Жители Югры уже выкладывают аварии в соцсети Со слов очевидцев, водитель грузовика выезжал со двора и не уступил дорогу Рено Водитель ехал на летней резине и не успел затормозить на скользкой дороге ДТП пострадали трое пассажиров в легковушке Двоим понадобилась госпитализация Не обошлось без пострадавших и на трассе Сургут-Кагалым Где с Камазом столкнулась легковушка Пассажир, который погиб на месте Водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу По предварительной информации водитель иномарки двигался со стороны Сургута Не учел метеоусловия и выехал на полосу встречного движения Обстоятельства другого ДТП сейчас тоже выясняют сотрудники ГИБДД В Ханты-Мансийске на полном ходу грузовой автомобиль «Мерседес» Влетел в здание детского сада «Елочка» Причиной аварии по предварительной версии могли стать неисправные тормоза К счастью, никто из воспитанников детсада не пострадал Поврежден только фасад здания дошкольного учреждения За выезд большегруза с неисправной тормозной системой Водителю грозит административный штраф Петр Борисович, вот было озвучено, что это неисправность тормозной системы Или это все-таки гололед вообще, что это? Я имею в виду по большегрузу Не понял Ну, тут сейчас у нас по этому поводу Про аноначальное проведение технической экспертизы Будет устанавливаться Была ли там неисправность тормозной системы Либо это какие-то другие факторы На это повлияли Что же касается, допустим, состояния дороги на момент ДТП То есть, ну, были осадки, как раз, они там прикатились Но, прощаясь, была обработана Пескосолью, как бы там замечаний к состоянию дороги не было То есть, должностужба свой, ну, функционал свой выполнила Что грозит человеку у нас, который сидел за рулем? Или вообще ему что-то грозит? Или все-таки обслуживающая организация, владельца автомобиля? Ну, получается, в отношении водителя дело возбуждено Ну, по факту, ну, про ЛНТС, допустим, как там было озвучено Что вроде как неисправности Сейчас это будет просто, ну, подтверждаться Ну, и устанавливаться В отношении уже, если установят факт, допустим, какие-то там Тормозная система, была неисправа тормозная система Соответственно, уже в отношении Виновных лицам, должностных и юрисских лиц Будут приняты меры Ну, также Перелечения к ответственности Это какая ответственность? А в тюрьму полсоет? Нет, это административная ответственность Да, но они потом уже, получается, за причинение о материальном ущербе садику. Там уже мог они взыскивать. Говоря о садике, вы должны озаботиться тем, что вокруг него было установлено, чтобы подобные случаи не происходили впредь? Или все-таки садик сам должен озаботиться? Нет, садик-то он... Получается, мы должны совокупить с органами местной власти. То есть, допустим, есть определенные требования, стандарты по оборудованию вблизи этих обзывательных учреждений, например, пешеходные переходы, ограждения, искусственные неровности. И мы вот это все контролируем, вопросы постоянно озвучиваются, и на комиссиях, там разноурные, в том числе и при губернаторе, выносятся. Здесь в данном моменте сейчас в совокупе... Бетонный блок не вы должны ставить? Нет, тут же... Как такового требования там нету. Именно по бетонным блокам, по ограждению, там какая высота. Может быть, там по линии... Там стройнодзора может что-то есть, потому что когда здания-то вводятся, они там их принимают на эксплуатацию. Именно по линии госавтоинспекции такого нету. Петр Борисович, давайте о сухих цифрах озвучим. Вот в сухих цифрах происшествий. Что такое зима на наших дорогах? На наших дорогах, ну, допустим, в сухих цифрах у нас, допустим, если брать зимний период 2018, ну, 2019 год, у нас загистрировано было 128 происшествий с пострадавшими, там 4 человека погибло, там порядка 160 ранены. Если его зационализировать с прошлой зимой, то есть снижение, но оно незначительное. То есть там погибших было больше, допустим, 7, да, против 4. А само количество осталось, в принципе, на прежнем уровне. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. А вот подскажите, пожалуйста, вот у нас по нефтьюганску жалоба такая, что половина почти пешеходных переходов не освещены, особенно в вечернее время, и даже есть возле школы. Такая проблема. Ну, по этой проблеме, что могу сказать, я сам родом из Невчуганска, там раньше, ну, проходил, скажем так, службу. Эта проблема была озабочена. Мы неоднократно писали в органы, господин власти, в администрацию, чтобы это как-то увеличить, скажем так, но освещенных пешеходных переходов. Там эта проблема есть. На сегодняшний день у нас буквально две недели назад с представителями ОНФ было совещание, где-то момент озвучился, в том числе и около школ. То есть они там выразили ряд нареканий администрации города по этой проблеме, на проблематике. В настоящее время они сейчас проводят обследование всех этих пешеходных переходов, где будут со стороны госавтоинспекции, приняты меры. То есть там представление направлено, и, соответственно, привлечены должностные лица администрации к ответственности. Ну, то есть освещение появится? Ну, да, оно появится. Это все, конечно, капиталоемкие мероприятия. Требует большого, скажем так, уважения денег. Потому что когда там на памяти, если года 3-4 назад, они меняли светильники, то есть они еще хуже, то есть ухудшили освещенность, как в проезжей части, так это было только потому, что светильники, скажем так, ну, освещенностью там мало люксов было. Понятно. Лучше бы старые ставили, да? Есть такое, да. В разных регионах, вот знаете, там читаешь сводки, ГИБД заявляет, что зимой ездить стали аккуратнее даже, да? ДТП, может, и чаще случаются, но мелкие, без погибших. Вот как в нашем регионе это дело обстоит? У нас не совсем, как бы, с погодными условиями это гладко. Ну, у нас, да, у нас водители все-таки все равно, пускай не все, конечно, но большая часть все-таки адекватно реагирует на погодные изменения. Ну, пускай отъездят, да? Да. К тому же, если мы уже видим, что когда уже, ну, видимость там менее 100 метров, мы уже вводим, скажем так, ограничения там автомобилей, те же самые большие грузы, автобусы, просто заставим их и просим, ну, продолжай, пока погода не улучшится. У нас только вот за эту зиму, на памяти 4, ограничения движения мы вводили. Это из-за того, что морозы стояли и туман? Вот как раз вот такой вот переходный период, когда вот этот вот плюс-минус погода и снегопады сильные, то есть там там видится ограничено, и водители, большинство еще не успели перерабуться. То есть мы их, значит, вставили на обочину и просили их подождать там 2-3 часа, пока погода не успокоится, чтобы можно было там в дальнейшем ехать. Вот если говорим о переобуться, возвращаясь к теме шипов, вы лично на какой резине ездите? Я лично на шипованной резине езжу. Вот почему? Почему на шипованной? Существует качественная достаточно липучка, как говорят. Ваше мнение. Ну, тут опять же, я почему выбрал себе шиповную резину, наверное, по той причине, что у нас все-таки тут суровые зимы, обильные снегопады. И по моему мнению, что шипованной резиной все-таки, ну, коэффициент сцепления будет лучше, чем, допустим, с липучкой. Даже, ну, наверное, это не только у нас, это и страны других, сурбежных странах, где у них там такие же обильные снегопады, они там все используют именно шипованную резину. И, в принципе, стараются отходить от липучки. Ну, это, конечно, дело каждого, кто выбирает. Но за липучку штрафовать не будете, да, собственно говоря? Как за шипы штрафуют, например, где-нибудь в Европе, да, за применение? Нет, у нас даже нет такой нормы ответственности. Вот если про нормы ответственности, знак шипы, пресловутый знак, вот, мне всегда интересовало, вот, который сначала заставили всех наклеить поголовно, да, а потом сказали, что это не обязательно. Вот у меня вопрос, это какой-то бизнес-проект был, ну, производители знаков, или что это было? Да нет, бизнес-проекта как такового-то не было, это были, значит, у нас в право-должное движение, такой пункт там дополнительный, где это было, ну, норма содержался так же, как, допустим, со знаками, ну, инвалид, либо там ученик, да, там, чтобы информирует водителя, что у него там все-таки резина шипованная. Ну, в настоящее время сейчас, у нас в 18-м году последнее привычество внесено изменение, сейчас такое требование там, право-должное движение исключено. У нас такого сейчас, ну, нету, скажем так. Просто, а у кого не спрашиваю, вот, на самом деле, да и на форумах, и люди, вот, сейчас из студии никто не ответит, что дает этот знак? Вот какую информацию он несет? Вот человек видит, перед ним есть шипованная машина. Ну, по моему мнению, я так, что, на что это может повлиять, может, у него, если он ошипован, может, у него коэффициент сцепления, и тормозной путь будет меньше, допустим, чем он не ошипован, и чтобы уже водитель, следующий за автомобилем, мог предвидеть, прогнозировать эту ситуацию, допустим, что он там может внезапно резко остановиться. Тормозной путь меньше будет? Да, меньше будет, чем, допустим, у не ошипованной. Вот еще, если вот к шипам и знакам, в действенность, с которым, скажем так, не все верят. Вы слышали такое выражение «черный лед»? Вот на севере оно используется. Вот многие ДТП объясняют, я попал на «черный лед», все, машину понесло, неуправляемое. Вот что это такое? Это «черный лед», слышал такое понятие, как бы, у нас, конечно, в нашей нормативной терминологии такого нету понятия «черный лед», но есть просто зимняя скользкость. Это вот как раз, он образуется, такие вот перепады, то есть, когда дождь, допустим, идет со снегом, там, ноль плюс, погода колеблется, и, получается, на большей части образуется, ну, визуально ее не увидишь, эту, ну, как корку льда, что ли, так сказать. Она вот только, ну, сейчас так, и когда на нее смотришь, она, получается, вот сливается с асфальтом, и ты вроде думаешь, что, как бы, асфальт чистый, без всего, ну, а в настоящем… – По-настоящему лед? – Да, 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 да. – Ну, то есть, вот при ДТП не учитывается вот этот фактор, или как-то он вносится в документы? – Ну, любая зимняя скользкость пономатимно должна удаляться, там, в течение, там, шести часов с момента выявления. Это у нас так в ГОСА так прописано. – Ну, это же утопия, потому что у нас, ну, такая протяженность дорог, и что за шесть часов, там, любую скользкость устраняют. Кто это должен делать? – Ну, в реале, это дорожные службы, кто этим именно контролирует, они, как бы, это, ну, за этим смотрят. Они, скажем так, на постоянной основе же мониторят те же самые, их там, и даже снылица по трассе ездят, и не только по трассе, и в городе, и за этим смотрят. И как только они где-то это видят, допустим, да, там, 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 даже, пускай, там, путем своим, там, выйдут ногой, потрут и увидят, не сразу же туда отправляют. – Я к чему спрашиваю? Нормативы действительно существуют, они, вот, и, вот, написано, там, в течение шести часов это должно устранить, в четырех часов это должно устранить. Ну, вот, произошла авария, машину явно занесло на льду. Кто будет отвечать? Дорожники никогда не отвечают. Я ни разу не слышал, чтобы в судебных органах дорожники ответили, что вот из-за них это произошло. Насколько это, или это бывает такое? – Нет, прецеденты такие есть. Если люди, там, заявляют, автотехническую экспертизу, там, где-то будет все это установлено, что, действительно, по этой причине, из-за наличия зимней скорскости, либо, там, снежного наката на проезжей части, прошел ДТП, с сопутствующей причиной, в судах эти дела проходят. А плюсом они еще подкрепляются, скажем так, постановлениями, которые госавтоинспекция выносит, протоколами, то есть, что они, да, мы действительно подтверждаем, что там был недостаток, то есть, они это все уже, там, ну, суд запрашивает, и потом уже это приобщают к материалам дела. – У нас еще один вопрос есть. Здравствуйте, вы в эфире. – Алло. – Да, здравствуйте, говорите. – Здравствуйте. А вот такой вопрос. В район, нефтьюганск-кантематизм, нефтьюганск-сургут, очень много сделано зебр посреди дороги, и поворот налево получается никак. На прилегающие, ну, нельзя повернуть налево. Это как понимать? Потому что, ну, легковые машины, ладно, можно понять, а грузовая машина, не развернуться на трассе никак и попасть на месторождение. Вот это для чего сделано, интересно. Смотрите, пожалуйста. – Вопрос понятен. Тут дело в том, что у нас в 2017 году был, значит, издан фермер закон, 43-й, обрагазанство должного движения, и делают одно из мер, владельцы дорог, они как бы обязаны самостоятельно принимать какие-то решения. – Самостоятельно разметку делали? – То есть они, получается, приняли решение, чтобы у них примыкание, скажем так, ну, нестандартное, чтобы снизить риск возникновения ДТП, они запретили левые повороты. Это вот такая проблема есть, мы в данный момент сейчас, ну, разбираемся по этому поводу, там уже прокуратура даже к этому подключилась. – То есть вы имеете в виду, что не вы эту разметку сделали и поставили им задачу, что вот здесь будет вот такая? – Нет, это именно, что вот по законодательству они имеют это право, как бы организовать движение так, как они считают необходимым. – А если они посчитают необходимым так организовать движение, что там вот люди, например, повернуть не могут вообще теперь? – Ну, это проблема, скажем так, это много проблем, потому что это в основном все на месторождениях, то есть там все эти пустовые площадки, они вот… – Ну, естественно, если на большеврозы говорят, да? – Мы сейчас, конечно, этот вопрос, думаю, мы решаем, как это сделать, нам все правильно, потому что с одной стороны водительцы правильно говорят, что мы там за безопасность этого движения мы так вот решили таким путем, но надо искать какие-то альтернативные пути, другие пути решения, а не прям там запрета и, скажем так, понуждение водителей там увеличивать… – Радиус. – Радиус. – Ну, нет, это просто тоже, чтобы развернуться там. – Для каких месяцев, какая дорожная обстановка у нас характерна? Я про зимний месяц спрашиваю. Когда у нас больше всего, скажем так, бьются? – Основной у нас массив происшествий – это вот именно октябрь-ноябрь, это вот как раз вот… – Переходный? – Да, и окончание – это март месяц, даже в этом году тоже мы в марте месяце вводили ограничения по той причине, что просто уже все расслабились, все уже почувствовали, что приходит весна, и у нас там внезапно были обильные снегопады, и видимость была ограничена. И у нас тогда прошел рост происшествий, и мы там вводили ограничения, чтобы не допустить еще более… – То есть это не январь, а не январские праздники? – Нет, такого никакого. В основном новогодние праздники, когда интенсивность маленькая, все все-таки там отдыхают, такого нет у нас роста. Это именно вот по зиме, это вот переходящие периоды. – Октябрь, ноябрь и март. – Ну да, да, да. – У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. – Алло. – Здравствуйте. – Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Когда пока появятся указатели дорожные с километражем до Перми. – До Перми? – Да. – Человек в Перми хочет съездить, может? – Ну у нас этот, скажем, коридор-то вроде у нас, по крайней мере, я сам через Пермь ездил, вот в текущем году, когда, будучи в отпуске, в Монтрел, ну что-то я как бы такого внимания особо-то не обучил, конечно, знаки, что там отсутствуют, но сейчас мы тогда посмотрим. Насколько мне известно, у нас ориентиры на территории округа стоят везде, то есть там прям показывают, по крайней мере, до Ивделя, это вот Светловская область, по направлению через Пермь тоже. Эти все вот они есть там, то есть, почему такой вопрос возник именно на Пермь, мы посмотрим сейчас как. – Не, ну проверьте, может, там действительно нет указателей. Человек едет и не знает, сколько он километров проехал. – Ну есть километровые столбики там, чтобы по ним можно сориентироваться, если там как бы человек, ну, знающий дорожную деятельность, да, вот он там, я, по крайней мере, так ориентируюсь, то есть по километровым столбикам, то есть сколько мне там осталось доехать. – Еще один вопрос есть. Здравствуйте, вы в эфире. – Алло. – Да-да, говорите. – Алло, здравствуйте. – Здравствуйте. – Вот есть такой вопрос, вот в Нижневартовском районе, в Суркутском районе нанесены так называемые шумовые полосы, да, но шумовые полосы не наносены не на поверхность, а просто, ну, как бы, в асфальте сделаны, как бы, ну, прорези, вот, и поэтому страдает, ну, подвеска автомобилей. Как вы насчет этого относитесь? Спасибо. – Ну, я вам отвечу так, что, скажем так, у нас, допустим, когда в Нижневартовском районе делали эти шумовые полосы, там, в 2015 году, получается, действовал один оциальный стандарт, да, допустим, они вот там путем, там, фрезерывания, делали, скажем так, бровки на прокрытии проезжей части, и, получается, как бы, шумовая полоса. В настоящее время у нас в 2017 году был новый оциальный стандарт, скажем так, вступил в силу, где там уже мы с применением, там, получается, термопластических материалов, то есть, получается, так же делается фрезерывание, но туда уже идет, ну, заливать, типа, пластиком, заливать, и уже, соответственно, там, ну, эффект другой. Вопрос в том, что, вот, как вы говорите, что сейчас вот эти вот оставили поврежденное покрытие, да, там, как, что... Пластик вылетел. Да, что я вам поставил, мы этот вопрос прорабатывали с одессой дороги, они на 20-й год будут где-то приводить уже, как вот сейчас положено, с новыми стандартами, то есть, с применением термопластика. Дорога, то есть, в 20-м году? Да, 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 это, как бы, это вопрос мы уже проработали с казенным учреждением, там уже, как бы, ну, принято решение. Как зимой на улицах? Ну, пара у нас там, видимость иногда очень плохая. Камеры наблюдения, которые досаждают всех, там, в Москве и Московской области, у нас, они как действуют? Вообще, вы видите номера? Да, конечно, у нас же там оборудование стоит, ну, довольно-таки, современное, оно постоянно же обновляется. Там стоят инфракрасные датчики, то есть, они там считывают номера хорошо, потому что он был только не заснежен, скажем так. То есть, на это рассчитывать не стоит? Не стоит, все равно. Либо у вас, если будет номер нечитаемого сотрудника госавтоинспекции, и попросят его почистить, ну, либо уже тогда, если на камеру попадете. Какие реагенты используются вот на наших дорогах и трассах? Есть какой-то норматив? Ну, скажем так, допустим, мостовые переходы, да, там, ну, мосты у нас обрабатывают химреагентами, там, нордвень такой, ну, так называемый. Как бы он, ну, скажем так, жидкость просто проливается, она, как бы, эффективно, ну, разъедает и не позволяет образоваться скользкости. А если, допустим, взять дороги в городах и трассы, там пескосоль обрабатывается. Соль есть, да? Да, пескосоль, но не везде, допустим, у нас есть такие территории, где просто песком, допустим, как Югорск, Белоярский. Этот вопрос был озвучен на комиссии ВТД, опять же, при губернаторе, где уже Белоярский нам читался, что сейчас они применяют пескосоль. А это лучше, ну, а пескосоль, может, без соли лучше? Ну, вот как нам показывают общественные обсуждения в городе Югорске, да, они считают, что все-таки пескосоль влияет на коррозию металла, как бы, чтобы скорее металл покрывается коррозией, но при этом почему-то не берут, ну, вот что-то аварийность. То есть все равно содрать тот же самый образовавшийся накат после бедного снегопада без пескосоль, его гораздо тяжелее. То есть там приходится эксплуатировать там большую, ну, большегрузную тех, кто там, те же самые грейдеры. Понятно. То есть вот наша программа, к сожалению, подошла к концу. Петр Борисович, благодарю за то, что вы пришли к нам в теплую отапливаемую студию и рассказали о предстоящей зиме, которая уже не просто близко, а уже началась. И что может нас ждать, собственно, в этот зимний период? Если вы пропустили какие-либо ответы нашего эксперта, то еще раз программу можете посмотреть на нашем портале yugra.tv.ru. Я с вами обращаюсь до следующего вторника на телеканале Югра. Субтитры сделал DimaTorzok